всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий мы с тобой продолжаем играть в лос-старк не знаю возможно возможно это последняя серия возможно не знаю может еще серии 5 будет я не на к нам там закончим с тобой непонятно непонятненько вот мы короче говоря ну в общем стали муном то нам муном как хотеть называете вот теперь у нас есть наши есть наш народ за который мы отвечаем вот все с кем мы подружились погибли практически все печалька беда в общем печалька беда так нам прислали письмо говорят отправляйтесь причал так как нам пройти то нам туда нам сказали отправляйтесь на причал и смотри красненький вишет красненький в себе это уже выбрали пацаны и девчата уже выбрали свою сторону в задроты вот я здесь участвовать не буду воевать то что это задротская я хотел здесь эти пройти не знаю смогу я проходить нет наверное не смогу я наверно еще наверно лишь чем выбрать наверно надо будет вот эти все пройти желтые то есть я выберу меня тут будут ходить убивать выключить таки кто это не кто-то позвал поговорить но кто я пока не знаю я даже нет домыслов какая-то бочка это мы через бочку зашли я что-то отвлекся мне там какая-то давно из ваша встреча большая честь для меня мун геннарт что за извращение кто такой только я значит скандинавскими викингами боролся бок о бок тут какой-то из афроамериканский извращенец кто-то как вы знаете отчаянная дюжина неустанно следит за каждым вашим шагом лично я как представитель гильдии в ровне ждал этой встречи со дня вашего прибытия в эльдегад уверяю вас мун отчаянной дюжине искренне жаль народ тайров хоть тогда мы не могли помешать планам шагри но сейчас мы скорбим вместе с вами отчаянная дюжина если я не ошибаюсь если я правильно помню отчаянная дюжина это те кто нам помогли найти кадана ну это короче наемники там и щейки короче такие ребята типа сайт ну не ассасины они такие в общем ребята у которых есть везде свои уши перейдем к сути пора вам узнать во что теперь превратился превратится эльдегад эльдегад из кого и и кого за это стоит благодарить вы требуете объяснений начнем с самого начала пока вы скитались по лесам в поисках старгарда жизнь в эльдегаде не стояла на месте к слову отчаянная дюжина давно чувила что перемены не за горами но действительность превзошла все наши ожидания взгляните на карту таких флагов еще не встречали пурпурные полоски заручились поддержкой железных воронов и вместе напали на шеакрийских жрецов они отомстили за резню учиненную в лесах и тем самым нарушили пакт в эльдегаде пролилась первая кровь мирная жизнь кончилась правила утратили свою силу убийство поджоги налеты и схватки группировки будто сорвались цепи долгое время эльдегад лихорадило и трясло пока наконец не были созданы новые фракции фрейгель и либертан война за кристаллы продолжается мун но теперь осталось лишь две стороны лишь два цвета флагов но это хорошо меньше народ больше кислороду видите флаги полагаю вы уже поняли к чему я веду отчаянные дюжины хочет чтобы вы примкнули к одной из фракций информация про кода на которую вы получили от нас в берния у всех есть цена вашими знают по обе стороны баррикад вы не только цены боец еще и живая легенда настоящий герой то фракция которую вы изберете получит немалое преимущество и надеюсь сумеет грамотно им воспользоваться и тоже мне выбрать а нас не волнует ночей на чью сторону вы станете хоть фрейгель хоть либертан дело ваше важно листу лишь то что с вашим появлением у одной из фракций появится шанс одолеть противника если ровно окончательно период по контролю одно одной из сторон то есть все же здесь все все то здесь же то здесь все же воцарится своеобразный порядок возможно будет подписан новый пакт шаткий мир всегда лучше открытой войны верно мы не исключаем и другие варианты развития события скажем в ходе борьбы может возникнуть и третья сторона способная поглотить все прочие силы как видите даже отчаянная дюжина не знает что случится завтра война мир разве дюжина дюжине не все равно вы отчасти правы мир ради мира не входит наши интересы что нас действительно волнует так это добыча кристаллов сильмаэля во время военных действий поставки кристаллов заметно сокращаются само собой отчаянно южные это не по душе именно поэтому мы так рассчитываем на перемирие поэтому мы и делаем ставку на вас ну вы многого ждете от меня оставьте ложную скромность один только список ваших титулов доказывает что вы способны на великие дела что вам стоит совершить новый подвиг что я получил замен предлагаем справедливый обмен услуг за услугу отчаянно дюжина может помочь вам в поисках сведений о старграде старгарде полагаю с нашей помощью дело пойдет быстрее теперь все зависит от вас мун подумайте решите готовы ли вы к сделке можете не торопиться с ответом время еще есть теперь вы можете вступить во фракцию геннард может стать вашим другом меня за что смущает то что у меня еще не открыто одна великие равнины обширно равнительное в глубине континента на просторах ни минуту не вытихают бои за место месторождение кристаллов сельмаэля красного золота рована его я вроде здесь осколок должен где-то найти по сюжету или я может это как-то в дальнейшем обновление будет этот осколок я просто прочитал то что в роване типа можно будет найти мы не старград не нашли ни хрена да ну давай выберем какую-нибудь сторону с возвращением он вы готовы сделки после выполнения задания вы вступите в выбранную фракцию вы пойдете и попадете под угрозу нападение со стороны противника бои между двумя фракциями идут на всей территории ровно исключая эльдегат и место возле парт порталов вступление во фракцию может усложнить ваше передвижение по материку усложнить ваше передвижение ему тени верю великолепно подожди геннард 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 профессор сайлан зов ветра пока творится новейшая история ровно думать о прошлом времени нету это по ежедневным заданием да а что зов ветра до зов ветра да блин нельзя так я не понял где мой осколок последний только не говорит что реально это такой отголосок типа и я неправильно понял на самом деле осколок последний осколок будет когда-то там когда мы найдем старград и вот в этом старграде то есть в будущих обновлениях мы найдем величу что-то мне окажется меня кинули очередной раз а где это задание то ну давай вступим куда-нибудь хрен с ним я хочу выбрать да прекрасно как я и говорил отчаянная дюжина не станет ограничивать вас выборе вы можете примкнуть к любой из сторон главное приложите все силу чтобы привести свою фракцию победе ваше обещание в силе отчаянная дюжина не бросает слов на ветер выполните свою часть сделки и тогда мы исполним обещание я запомню ваши слова когда не будем медлить отправляйтесь на главную площадь эльдегада и ждите лидеров фракции они наверняка захотят пообщаться с вами лично готов посмотреть вы это будет при любопытнейшая беседа и я очень надеюсь что вы не пожалеете о своем выборе мунт после панель заданием признаковую фальт я будут нагибать дядьки 1500 какого-то там левел да вот эти вот все задроты вот эти которые целыми днями сидят здесь качаются на не меня будут бедненького нагибать то есть не 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 честно и пвп будет вот это а потом они будут снимать ролики под веселую музыка как бы под крутую музыку знаете как они любят нарезку делать как они бегают и раньше популярно было в мрпг бегать убивать там каких-нибудь слабачков и потом нам на музыку накладывать и нам всегда нужно помнить о самокон вот накладывать музыку типа уау смотрите какой классный можно чет нам скажут давай выберем все сюда нашли не так быстро у нас приказ от командира мы были первыми мы не уйдем с пустыми руками это ясно обстановка накаляется чудесно умолкни фиона твои фокусы смешны будь осторожна анна ты играешь с огнем не смешно довольно хватит мы все ждали твоего возвращения в альдегат а то чуть от тоски не подохли так нам нужно побеседовать с глаз на глаз подальше от либертана это все что я готов сказать тебе при посторонних следую за роботом он приведет я в штабу фрейгель а есть увидите там до заката а я тип мог выполнить это либо я сразу сюда подошел к нему как бы здесь знаете мне вот эти ребята не особо нравится ищите опытные горняки какие-то как у морозили могут красные клоуны я не знаю реально детка сло а синие они они уже смотались синие уже смотались так что чего куда идти то поговорить с вальсом капитан ну давай васкис так ясное дело они тебя завербовать хотят мы его тоже хотим только не те темним а говорим прямо приходи к нам на базу вон птичка тебя приведет куда надо давай герой не тяни либертан тебя ждет давай-ка лучше с ним приказ командира бернарда отвезти вас штаб фейгель приступаю к выполнению не обращать внимание на птицу шума на шум что она издает не несет ни малейшего смысла проклятый же сяк чтоб тебя те пусто было ну пойдем вы объясняете ситуацию я за фрейгель и объяснил ситуацию меня пропустили то есть мы здесь записываемся они где-то там ну да они там видимо мы здесь во первых я хотел поговорить тебя после событий на перевале немало немалая часть железных воронов а теперь и бойцов фейгель обязаны тебе жизнью мы не забудем твою помощь во вторых и мы следуем при мне следует принести извинения наши меры по сдерживанию тайров были избыточны нам стоило прислушаться к твоим доводам давно стоило признать это сожалею вина за действия железных воронов целиком лежит на мне я приношу тебе клятву от лица всех бойцов фракции фейгель отныне народ тейров становится неприкосновенным впредь фейгель не причинить кому из тайров вреда и постарается защитить их от рук либертана погибших уже не вернуть но мы сделаем все чтобы сберечь жизни уцелевших тайров можешь не сомневаться эта клятва не будет нарушена ни при каких обстоятельствах порядок и дисциплина вот на что опирается фейгель по отличать либертана что не так с либертаном васки дает своим людям слишком много свободы либерта либертанцы твердя что их что им не нужны никакие правила и уставы так они оправдывают свою слабость и малодушие весь за днем либертан выбирает хаос и чем больше новобранцев вступает в их ряды тем опаснее становится эта фракция не только для фрейгель но и для всего рована сейчас фрейгель как-никак нужны сильные бойцы разумные и опытные способные дать отпор безрассудным либертанцам фейгель нуждается в твоей помощи присоединись к нам только вместе мы сможем повлиять повлиять на либертан и предотвратить новое кровопролитие мне нужно подумать да не стану торопить тебя для такого шага нужно время обдумай все как следует один совет сперва поговори с анной крейг главой айрис у нее особый взгляд на мир без нее действия фракция фейгель не стало бы следующим не стало бы с ведущей силы рована вы приветствуете анну бернард прав либертан представляет собой немалую угрозу их тактика нелогично а вооружение примитивно но они вполне способны уничтожить или эльдегад и погубить и погубить рон подоро подобное развитие событий просто просто недопустимо вся наша предыдущая работа по освоению ровена не может пропасть пустую сейчас я проверю список бойцов фейгель фрейгель нужно убедиться что у нас найдется для тебя свободное место она достает к да в рядах фейгель для тебя найдется место лучше оставить заявку сразу как определишься с выбором вот что еще тебе нужно знать на последней встрече с либер лидерами либертана мы детально обсудили вопрос смены фракции ввели новые порядки теперь любой из бойцов может передумать и сменить сторону достаточно лишь выждать семь дней после вступления во фракцию для лавранцев есть отдельное послабление не придется ждать неделю при первой смене сторон каждая из них имеет право немедленно покинуть фракцию если тебе это не устроит внутренние порядки расскажу побольше о процессе вступления полагаю эта информация тебе еще пригодится и так принкнуть их фракции легко достаточно ставить заявку на доске после одобрения заявки получишь информацию соответствует ля-ля-ля издалека рекомендую трижды подумать перед вступлением да давай да спасибо за объявление и стоит благодарности я трачу время на инструкции лишь бы ля-ля-ля чё как вступить к вам выслушать птицу да не хочу я господи так скорее скорее капитан ля-ля-ля-ля ладно виде меня это теперь должен обязательно их выслушивать всех ночма не объясняют все правила какие они крутые лучше вступить короче к ним а к другим не ищите потому что другие они чмошники чё где капитан я уже решил я к темная вступлю рада герой ля-ля-ля извините изменение принято фрейгель и все уже поняли ля-ля-ля ближе к делу мне нужно подумать как выбрать то говорить пионы глава не она все уже объяснила звучит не очень вернуться к доске объявлений как же долго у вас тут эти фракции вступать ежели ищите опытных горняков что время сделать выбран нужно оставить заявку на доске объявлений это с объявлений средняя высокая типа за глаза по заполненность фракции высоко место ограничено поторопитесь со вступлением чет все за красных играют не знаю они выглядят как клоуны если честно вот честно как я не знаю как клоуны реально выглядят вот эти хотя бы выглядят как нормальный а типа это типа зло это добро эти птички а мы плохие ну давай за них только порядок усмирит хаос это совершенно верно вы приняли решение синий цвет отличный выбор приветствую вас в рядах фейгель я сообщил лидером фракция вашем решении по моим расчетам они должны быть довольны не забывайте красный цвет противника будете настороже покидая эдельваза главное главным главный полет сражения остаются великие равнины но либертарцы могут подстерегать вас где угодно как попасть на великие равнины на севере земли волка есть портал разыщите его дорога от портала придет вас к последнему прибежищу это последняя мирная зона перед отправкой на великие равнины небольшой совет подготовьтесь бою заранее попозже запас проверить оружие после такие за деду ей не тупой господи я же знаю как от все делает совсем я затуповочный вон 45 зелек дали нахренат непонятно вот теперь мы будем тем рядовым а почему я так выгляжу как ущербный а где мои доспехи почему я синий а можно как-то яр из земли а можно как-то на мой нормальный костюм я бы не хотел здесь бегать я не против то что у меня сверху написано рядовой на какой-то хрен отыскать нужный портал как все что-то запутано господи сюжет есть они как-то сюжет и немножко переплели видимо вот с этом что я не знаю мне сказали про то что есть ты вступишь в одной из сторон это дюжина и поистов стопишь в одной из сторон вот то мы тебе типа я зачем-то убрил здесь кожаная котомка здесь этим да а здесь чего у них здесь награда получше здесь но ровенский креста хотя не нахрен не нужен на самом деле их же можно оформить а их в принципе и так так можно оформить вот ладно зачем я туда пошел непонятно если мирный зон не будет чё куда я пошел или чё у меня там задание какое-то есть я просто то что дюжина это мне сказали то что они расскажут где этот находится дегу вход в старград это находится и вообще чё ковчег где осколок ковчега я не понял я прочитал то что осколок ковчега ёбаный база 1 чего там их лагерь смысле безопасных зон не будет а вот этот лагерь слева лагерь справа говорят безопасных зон нет как то нету вот ли лагерь слева лагерь справа вот безопасную зону я сейчас на безопасной зоне почему безопасно зон говорят нет безопасных зон нет ни хрена себе на флаг рядом с вами не просто символ это устройство для перемещения с его помощью бойцы фергель попадает в свой лагерь лагере тоже могут у тебя и будьте готовы сражаться в этом случае инструктаж продолжится сразу по окончанию схватки вперед приказе низ к флагу присягните фракции фрагель ой только не говорите только не надо делать так что какие-то знаете там сюжетные задания будут в пвп зоне это ж будет жопа не нахрен это здесь пвп но мне не интересно но сделано здесь криво здесь дисбалансные очень пвп очень просто дисбаланс здесь чуточку если воин тебя сильнее вот там допустим я 1445 гс если у чувака будет три три тысяч четыреста семьдесят и все он меня сильнее будет а мне это не интересует ой 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 так и чё отлично продал продолжим инструктаж территорию контролирую фракция фрейгель здесь бойцы пополняет припасы переходим и переводят дух после сражения портал наши в лагере доступен только бойцам фрейгле советую поскорее активировать его портал лагеря доступны лишь либертанцев вы не можете использовать портал даже если проникнуть его лагерь все ясно тогда на когда сначала проявляемся к порталу потом к лейтенанту дольфу он отвечает за набранцы их задание даже есть приказ командира бернарда красные камни алые сердца ну и ну не ждал я тебя здесь увидите глянь как жизнь по жизнь-то повернулась сам герой эльдегада теперь подо мной ходит она боец слушай моей команды сегодня отправляешься за осколками кристаллов с эльмаэля пока не наберешь полный мешок назад не возвращайся не возвращайся режь чудищ дави пиратских сброд собирая осколки имей ввиду чем сильнее твари тем больше будет добыча расклад ясен вот и славно смотри не подкачай нам тут слабаки не нужны смысле поживее не стой столбом первая миссия добыть осколки самуэля 40 штук уничтожить отряда чудищ а где где конь а почему чувак вот на коне ускакал а я не могу на к не понял а где мой конь одинорогу можно нет я как чувак на коне ты уехал чем не трюнгюлей дадут каким здесь папки сейчас папки мамки мне сейчас кинь дадут трюнгюлей за игоря у нас здесь две базы да как бы я понял как мы отжали здесь две базы фигель база 2 чёт захвачена охрененно все фармят на особо друг друга никто не трогает нам чего какой-то фармин красный кстати а если я буду еще бегать я буду что-то фармите лечу или нет не запаху делал нет но две базы у нас и 2 из 3 базу у нас то есть надо захватывать база не знаю поучаствует что ли надо основного смысла мне здесь чувствовать нету так как я 1445 гс а здесь но придут задроты 1500 и все кого не я буду с двух ударов буквально уносить не знаю не знаю ребят такая тип пвп зона через ящики проходим нормально как он так на коне то есть он тут чувак ездил на коне или какой-нибудь специальный конь который надо выполнить задание на коне чтобы дали у меня ломаются инструменты а ну да так я следил за вашим первым боем не смог удержаться дайте осколки лейтенанту дольфу тогда он поручит вам новое задание у него всегда есть задание для новобранцев список на обновляется каждую неделю готовьтесь к рядущим битвам выполнять задание приносить пользу фракции тогда ваш статус будет расти для справки на великих равнинах можно добыть не только осколки кристаллов но и особые ресурсы те которые про коснулись силы сельмаэля у меня сейчас нет нет срочно задач могу оставить на маг могу остаться и ответить на ваш вопрос чем интересует здесь понятно а как сменить фракцию пусть на можете сменить фракцию первым смен нет никаких временах и чем до блюд пюрок даже 7 дней она доски сложить выполнить задание инструктация окончена но я не прощаюсь мы точно еще увидим удачи а вот мне дали коня а чуть не забыл вы так и не прочитали манифест фейгель сейчас я вручу вам текст так то лучше возьмите лист и ознакомить с текстом в нем ясно видны принципе фейгеля понятно теперь я стал воякой вот он боевой конь хотел коня на коня хотел коня на коня так прочитать полученный документ дисциплина 1 превыше всего только порядок смирит хаос экземпляр бойца волгин плей у него вижу уже готовы на вам понятие манифест да все понятно отлично затор по пройдет церемония посвящения все на обратно присягнут на верность фракции фигель вас буду ждать в штабе фигель в лдг тени пропустить церемонию почему не сегодня еще рано сейчас иду идут последние фракции противника движется к боссу либертана последнем приготовлении церемонии должна пройти идеально вы не за 2 долгать и берегите себя будь осторожен на поле боя увидимся завтра а чё реально завтра ну прям реально завтра а база 1 они сейчас захватывают фракция противник второго лагеря либертана туда и берут захватывает потом мы можем захватить короче здесь нет такой войны прям магический камень обмен кристаллов подожди а где эти кристаллы у меня они где вообще раз они вижу все захватили потом мы можем все захватить потом они и все будет вот так вот а где сколько в червячут не понял а мы этот так и не нашли есть какие-то ежедневные задания до уничтожить пауков собрать руду дадут 300 опыт фракции замечательно это красные камни а алые то же самое добыть сердце грифонов короче говоря бегаешь задание выполняешь при этом здесь пвп зона как бы ты можешь встретиться с противниками немножко с ними как вы встречаетесь вот вам как бы всем дает триндюлей вот и вроде такие счастливые классные бегаете у тебя чё задание одолеть его лично а я получил триндюлей а чуть такое на конец нетерпит бьет копытом конь встает на дыб пойдем там победим не знаю глянем я чё-то не понял реально я читал ребят детских новостных этих то что будет у нас все захватить будет этот будет а ни хрена себе но видишь я про чё и говорил я же слабый и здесь короче раздолье для пвп шару петух видишь какой он под пвп чувак заточен хуялю я кайт там неуязвимость слышь кайт неуязвимость него там толпой завалили все толпой падает даже чемпион понимаете вот еще то есть у меня там тык тык уже 80 тысяч меня хп нету ребят все то есть прям раздоль для любителей пвп шару вот эти вот в кавычках папки отцы игры которые там зато заточиться там и вот бегают хотя здесь пвп здесь пвп вообще никакой ребят понимаете если игра под пвп была заточена этих пвп было бы кругом везде и так далее я не понимаю просто как можно в игре хвалить пвп в котором знаешь ходьба вот на мышку я же на мышку хожу как можно пвп идеально здесь сделать я не знаю когда у тебя ходьба на мышку ну какой здесь может быть пвп нормально в общем я чё-то не понял в этот старград мы не нашли путь это мы ничего не нашли осколков чега мы не нашли блин опять же говорю у меня подозрение видимо на то что когда-то в будущем в будущем это будет в будущем когда-то выйдет еще обновление вот в будущем это это будет когда-то но не сейчас я слышу отчаянно дюжно взяла тебя в оборот очень умно с их стороны сразу видно что ты хороший боец понимаю как мне ага понять жизни ля-ля-ля как начну большой передышки ненадолго выйти из игры не покидая ровно могу рассказать подробно если интересно да я слушаю видишь большой камень на краю плащ площади я с виду кажется что это просто кусок гранита археологи нашли его в ровенских лесах и тоже не сразу поняли с чем имею дело мы до сих пор не знаем какие чары дремлют внутри камня однако известно точно как каждого кто прикасается к нему окутывает защитный барьер рассказать дальше да я тебя слушаю иди прикоснись ко мне чтобы ощутить его магию на первый раз я даже не возьму спустя оплата продолжим беседу когда вернешься это видим мы сейчас типа в бою да то есть нас любой может убить подходим к камню ого барьер будет защищать вас от фракции от фракции от бойцов фракции противник в течение 20 минут активировать защитный барьер ну давай ага и вот такой надо мной огонек значит я защищен на 20 минут вы не можете сражаться с нпс и игроками из фракции противника захватывать базу участвовать локальных событий состязаний собирать группы рейда менять фракцию 300 голды охренеть то есть если я хочу безопасно побегать мне надо уже платить 300 голды голду и так здесь сложно получить товарищ разработчики вы чё извращенцы какие-то вы чё хотите чего вы хотите от людей знаете чё у меня еще есть подозрение что в дальнейшем могут разработчики делать все больше и больше пвп вот таких вот локаций и игроков будут даже по сюжету заставлять сражаться теперь ты находишься под защитой камни барьеры дает возможность не участвовать в войне фракции сейчас ты не можешь сражаться с бойцами да 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 что нужно еще знать помни об ограничениях во первых пока действует сверх барьер ты не можешь принимать участие да 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 на этом все когда захочешь заново поставить защита баре приходи на площадь и не забудь захватить кошелек бесплатных чар больше не будет будьте бдительным баре облегчает действие когда вы вторгаетесь в лагерь фракции противника на великих равнинах замечательно свиток отмена защитного барьера позволяет снять защитный барьер магического камня при использовании свитка эффект барьера прекращается мгновенно да в общем все на этом видимо ребят видимо на этом все видимо ребята на этом все мы прошли ровно я читал про то что на ровно не будет кофе блин это я значит какая-то фейковая до информации возможно было я не знаю короче я про это уже говорил сегодня миллион раз но я читал то что на ровно не будет последний осколок ковчег прям читал реально то что на ровно не будет последний осколок ковчега возможно каких-то будущих обновлениях что нибудь сюда добавить типа знаешь как южный берн и вот ну где кадан был да вот остров истер вот типа как кадан там был вот и может здесь хоть добавит остров так мы смотри мы не кстати говоря какое-то продолжение наверное будет потому что мы не нашли не и ста и старград этот мы не нашли и и не ковчег мы не нашли осколок мы ни хрена не нашли мы пришли просто про викингов узнали они ушли сами на север мы стали их таном как там тан хан как кем мы там стали они просто ушли на север ковчег мы не нашли и ста град мы не нашли это намек на то что будет продолжение где-то здесь какого-то сюжета и что-то здесь еще будет но мне сказал этот робот типа сказал приходи на следующий день будет посвящение я не знаю я по записываю наверное вот эти вот посвящение может там что-то новое откроется я потом их склею как получится и в общем если честно я расстроен на самом деле я как-то сюжетка много болтовни толком ничего не сделали ковчег не нашли осколок не нашли последний осколок где мы находились тобой в южном берне не было в папуаники его не было да фейтоне он был фейтоне в папуаники не было в южном берне не было прокадана пока делали тоже ничего не было ровно тоже нет осколка где-то когда-то в следующих обновлениях будет последний осколок ковчега а потом еще круза северный емриян южный потом вот здесь что-нибудь в правом верхнем углу сделал том в левом верхнем углу потом еще вот здесь что-нибудь сделают нет чего здесь вот внизу остров какой-нибудь будет потом арды аншу вот лишь часть аншу тут еще разделят вниз короче этой игре по моему нет ни конца не край на самом деле и я не знаю как-то мне кажется уже как-то уже как-то все это затянуто чересчур не знаю ладу из того же в следующих сериях посмотрим он мне сказал тип на следующий день зайди все будет в порядке типа там что-то будет вот увидимся с тобой уже в следующих сериях когда-нибудь чего-нибудь всем до встречи всем пока